Итак, ну что ж, Ария Рума и маленькие любители покушения микрофона, как всегда, ваш покорный слугам Амур, и мы продолжаем играть в такую увлекательную игрушечку, как Вальхельм. Ну и, как я люблю это говорить, и всегда говорю, с момента прошлой записи прошло достаточное количество времени. И достаточное это количество непосредственно для того, чтобы на моей базе произошли кое-какие изменения. А именно это изменения касались вот этого места и, в принципе, моих производственных процессов. В частности, мною были построены все необходимые улучшения для улучшения непосредственно нашего верстака. Как мы можем видеть, сейчас он у нас непосредственно четвертого уровня, и что дает мне своего рода преимущество. В частности, это было достигнуто таким образом, что мною здесь было построено тесло, дубильный станок и колода для рубки. Все эти три ресурса дают нам плюс три уровня. Ну и все, это было непосредственно построено, благодаря тому, что все-таки у нас есть обработка бронзы. Мною были за кадром исследований гигантские просторы непосредственно черного леса, и вы можете увидеть примерно, какие маршруты у нас были на карте исследованы. Как минимум, я пробежал и нашел здесь три залежи меди. Олово я добывал непосредственно вот в большом радиусе отсюда. Также некоторые оловянные залежи я добывал вот на этом побережье. И все это мне удавалось благодаря тому, что на одной из вылазок у меня получилось добыть необходимое количество бронзы, для того, чтобы скрасить себе непосредственно вот этот вот наш маленький кораблик. Изначально же я все-таки плавал на плоту, и когда я уже добыл себе бронзы на корабль, я смог плавить на нем. Благо для него нужно всего лишь 80 гвоздей, насколько я помню. А это по факту лишь 4 бронзы, а остальные ресурсы по факту это сущая мелочь. И по идее весь мой маршрут составлял вот такой вот прямой путь вот здесь вот, здесь получается вот такой вот небольшой полуоцерк я огибал вот здесь вот, и заплывал непосредственно в этот наш речной канал. И здесь я уже добывал непосредственно все необходимые наши ресурсики. Я специально за кадром не делал ничего сверхъестественного. Я сделал лишь два бронзовых предмета. Сделал я в первую очередь себе топор, и во вторую очередь кирку. Потому что на самом деле добывать мечи и прочие ресурсы было очень-очень медленно, а также производство и апгрейд необходимых производственных ресурсов требовал улучшенные виды древесины, которые добывались только непосредственно бронзовым топориком. Сейчас мы можем наблюдать у себя такие ресурсы, как олово и непосредственно медную руду, которую не в переплавленном виде представляют себе непосредственно вот такие вот огрызки. Остал я здесь храниться непосредственно в нашей гужевой повезке. А здесь они у меня чисто, чтобы продемонстрировать, как работает механика переплавки руды в этой серии. А также мне хотелось бы сказать, что я забыл добавить такой нюанс, что я также убил парочку троллей. И с них я выбрал непосредственно себе тунику и также непосредственно штанишки из кожи тролля, что позволило мне выглядеть как небольшой такой синеватый бумжечок. Ну неважно. Здесь у меня находится сундук со всем необходимым, и допустим у меня сейчас маловато олова, я захочу сейчас с вами пережарить олова. Давайте возьмем, не знаю, штучек пять, этого хватит для того, чтобы все продемонстрировать, вот я взял пять штучек. И нам потребуется непосредственно для начала произвести уголь. Уголь можно делать двумя путями, но на самом деле одним. Это закинув дерево непосредственно в эту углевожигательную печь. Дерево подойдет любой из любой древесины. Допустим у меня здесь есть вот два полена, их за глаза мне хватит, двух уголечек. И я просто зажимаю сюда эти поленами. Все, печка у нас зажглась, начался производиться у нас уголь. Так как у меня уголь здесь есть, этого вполне хватит. Теперь в эту печку мы должны справа закинуть непосредственно уголь. Как можем видеть то, что тут написано уже 20 из 20, значит угля сюда добавлять не нужно лишнего. Кстати, вот пока у нас печка высрала непосредственно наш уголечек. А вот с левого края мы должны закинуть необходимые нам ресурсы. В качестве примера мы закидываем сюда, я напомню, олова. И через какое-то время он выплюнет сюда непосредственно оловянный слиток. Происходит это крайне медленно и очень интересно, поэтому все это было сделано за кадром с целью просто банально оптимизировать процесс. За кадром я переплавил непосредственно вот такие вот ресурсы. В частности, я могу взять допустим 30 меди и скажем 15 олова. Так как идет переплавка 2 меди на 1 оловянный слиток, получается у нас достаточно ресурсов. Теперь мы коснемся непосредственно с вами переработки непосредственно самой меди и олова в бронзу и непосредственно производства всех этих ресурсов. Так как обычный верстак нам, к сожалению, не подойдет, нам подойдет только непосредственно вот такой вот кузнечный стол. Его тоже нужно апгрейдживать и отдельно, причем от верстака В качестве всего вышесказанного здесь было построено мной наковальни И непосредственно вот такая вот кузнечный охладитель Ну просто такая бочка с водичкой Все это крафтится банально просто Для этого нужно лишь вот эти вот непосредственно металлы И по факту виды древесины Поэтому даже не стоит это имитировать И построил это за кардером, опять-таки чтобы оптимизировать процесс Чтобы произвести бронзу, как я говорил, нужно зайти в кузницу Требует она всего первого навыка, как можем наблюдать И требуется нам непосредственно 10 медий и 5 олов Для того, чтобы создать 5 бронзовых слитков У нас есть 18 непосредственно слитков меди Что есть очень замечательно В первую очередь, ребята, я хотел бы сделать себе Какое-нибудь очень хорошее оружие из бронзы Я не знаю на самом деле, что в качестве оружия мне может подойти Так, бронзовый щит мы с вами сразу же первым делом создаем Замечательно Он нам заменит успешно вот этот деревянный щит Который мне служил верой и правдой очень долгое время Так, и насчет оружия Все-таки я выбираю альбарду Во-первых, потому что копье у нас было Оно до сих пор в принципе есть, оно думаю останется Хотя не уверен Это в любом случае можно что-то переставить Кстати, вон наша первая жертва Можем экипировать сразу нашу алибардочку Или что это у нас такое Так, у нее есть 3 атаки Первая это атака Ну, типа, как у копья обычно Да, что-то она слишком много у нас стабина ждет Вторая атака это блок А альтернативная атака Ух ты, это ауди атака Прикольно Мне все-таки потребуется оружие, которое меньше стамины ждет Я думаю, этим будет у нас непосредственно топор Также я хотел бы немножечко проэкспериментировать У меня есть замечательная возможность взять 10 олова И построить себе вот такой вот оловянный котелок Насколько это будет эффективно, я не знаю Но я надеюсь, что это будет хоть как-то эффективно К сожалению, у нас сейчас пошел дождь И проверить его сейчас мы не можем в действии Да, это на самом деле меня печалит Так, я скрафтил себе заодно несколько стрел В принципе, одежда у меня нормальная Хотелось бы себе скрафтить одежду из бронзы Но, к сожалению, на это все нужно какое-то гигантское количество ресурсов И гриндовых ресурсов Поэтому, к сожалению, такого я себе позволить сейчас не могу Раз все равно у нас дождь идет Мы сейчас не можем с вами ничего дома делать Поэтому, зачем дома сидеть? Можем сейчас взять нашу лосточку И попробовать отправиться на путешествие На самом деле, прикольная здесь механика Достаточно плавнее на лодке Опа, что это там такое? Вы это видите, ребят? в угол так стоя 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 в руках мне не нравится то что я сейчас видел некое подобие змея я надеюсь что она сейчас не появится не потопит мою лодку он вон вон нахрен и потому нахрен я текаю все идите сами вы видите сами я вас понял вот вон он и у корней лобой и и и что мне прикажется делать змей ты куда мой плод собака такой это типа мини босса но на самом деле сражение на суше а он в воде не составляет вообще никаких проблем чтобы он сейчас мне все тело не истратил нашел себе блин приключение на свою голову наконец-то дождь закончился я надеюсь змей у нас убежал 33 день тем временем настал мы поднимаемся с вами непосредственно на лодку и плывем непосредственно на всех парусах уже к тому месту где я добывал медь и все прочее чтобы просто вам все это показать большую часть времени на самом деле мне занимало непосредственно именно переплавление меди на нашу базу это было делать крайне сложно и тяжело в одиночку и поэтому сейчас уже настал 33 день к сожалению зато мы имеем непосредственно с вами очень классные ресурсы в виде бронзовых инструментов и оружия а также знаете я предлагаю попробовать сегодня грыпнуться на древнего думаю то что с этими ресурсами инструментом нас с вами получится сделать единственным возможно проблема у нас возник непосредственно с его приспешниками если он будет их каких-то взывать поэтому предлагаю сейчас попробовать туда прийти посмотреть что это вообще за место древний непосредственно и уже попробовать если не убить его то хотя бы к нему подготовиться хотя бы сделать какую-нибудь недалеко от него лачугу заселиться туда иметь возможность случае чего от быстро от респавниться и быстро прибежать добить босса по карте мы уже вплываем в тот залив о котором я говорил единственная проблема которая непосредственно возникает при заплыве сюда это вот эти вот маленькие камни которые торчат из воды мы сейчас можем проплывать наблюдать залежи олова гигантские это вот маленькие вот эти вот серебристые камни которые здесь находятся это все оловянные камушки непосредственно которых я здесь добыл и не переставал добывать их тут еще куча осталось так что в случае необходимости с мы сможем с вами скрафтить еще кучу всяких оловянных деталек а сейчас к сожалению потому что ветер идет к нам путную сторону мы вынуждены двигаться со спущенными парусами получается и первое что мы можем здесь наблюдать и на непосредственно 1 мой домик который здесь находится я его строил и добывал здесь непосредственно первую нашу медную жилу И уже после добычи этой медной жилы, я построил себе непосредственно эту шкуну или этот кораблик. И уже оставшиеся непосредственно эти медные жилы я добывал только сугубо с помощью бронзовой кирки, которую было гораздо эффективнее нам использовать, нежели обычную. Вон, можете, кстати, даже наблюдать могилы, в которых я неоднократно умирал. А вот, кстати, нам замечательная возможность увидеть с вами тролля, который уже на кого-то охотится, уже кого-то убивает. Главное, чтобы он нас не убил. А такую проблему, кстати, я не ожидал. Но это, на самом деле, первый раз, когда меня тролль, в принципе, убил. А вот мы с вами наблюдаем эту лачугу, о которой я и говорил изначально. Вон моя шкуна стоит. Вот здесь вот остатки меди у нас лежат. Значит, то, что тролль где-то неподалёку. Куда ты тролль? Куда тролль? Э! Э! Не ломай её! Дядя, стой! Не ломай её, и кому говорят? Всё, на меня переагривайся, переагривайся на меня. Всё, идём. Ломать он вздумал мою шкуну. Надеюсь, сейчас получится подобрать по-быстрому. Всё, замечательно. Давайте даже сразу не будем одевать. Сейчас попробуем просто ему стрелу одну в пятку, и всё. Ну, больше, чем одну. Ладно. Всё. Труп-тролль. Это было жёстче, чем обычно, но тем не менее. Мы с него получаем монеты, замечательно, и пять шкур тролля. Всё. В принципе, вот так легко убиваются и остальные тролли. К сожалению, он яхту нашу поломал немножечко. Но сейчас её надо будет в первую очередь починить. У меня вот здесь вот находится сундук. И вон там он уже за горой находится. Дом, по идее мой, где я добывал, наверное, одну из основных и одну из самых больших жил. И сюда я всё относил в сундук, чтобы потом переложить непосредственно все эти ресурсы в нашу яхту. Да, у меня даже до сих пор здесь камень лежит, который до сих пор у меня не перевезён никуда. А дом, если я всё правильно помню, находится у меня где-то здесь. Вон, да, избушка виднеется. Вот здесь вот была медь в огромных количествах, и сейчас от неё ничего не осталось. Вот, кстати, та заль, которая здесь до сих пор не добыта. Я её начинал, но это так и не закончил. И, по идее, всё. Это были все освоенные мною когда-либо местам. И теперь давайте непосредственно отправляться на поиски древнего. Приходится, к сожалению, плыть на спущенных парусах, но на самом деле я бы даже не рискнул здесь открыть паруса. Дорога слишком уж извилистая, и плыть на полной скорости здесь не представляется безопасной идеей. Ну, вы только гляньте, какая красота, пока я тут пытаюсь вырулить. Этот закат просто великолепен, как всегда. Тут какие-то очень извилистые начались маршруты. Я, пожалуй, даже не рискнул быть дальше. Поэтому я здесь бросаю шхуну нашу и иду здесь пешком. А вон, кстати, по-моему, и алтарь. И здесь новости по поводу алтаря. Одна хорошая, другая в четверг. Первая. Алтарь находится у нас на равнине. То есть сражаться будет более-менее легко. Вторая новость, не такая уже радужная. Он находится у нас на острове. Вокруг него вода. Блин, это не самые лучшие новости. Так, ладно, давайте сейчас отбежим подальше от этих вот прожин. Попробуем сейчас себе сколотить какую-нибудь кровать банальную. Возможно, я себе пойду скрафчу медь после этого. Потому что что-то в алебарде я как-то очень уж разочаровался. Она слишком жжет много выносливости и непрактична, на самом деле. Получается у меня вот такой вот домик, но он стандартного вида, на самом деле. Главное, чтобы здесь был костер, где можно было отдохнуть. Сейчас мне нужно надынуть еще немножечко древесины, чисто для того, чтобы было поставить где сундучки. Я не знаю, на самом деле, какие мне ресурсы здесь понадобятся, но в итоге я вам вынужден констатировать от ваг. То, что для похода на от самого вот этого древнего босса, так называемого, мне потребуется гораздо больше ресурсов, чем у меня есть сейчас. Как минимум, мне сейчас потребуется фармить гигантское количество стрел, а именно лучше кремниевых стрел, потому что они обладают большим уроном. То, к сожалению, для этого не потребуются птицы. Странно, потому что для их крафта мне потребуется обычный перья. А вот эти собака-птицы не очень-то и хотят прыгать мне в руки и быть пойманными. Поэтому с этим будут очень даже большие проблемы. Я говорю к тому, что в этой серии мы быть древним, к сожалению, не успеем точно. Но зато мы в этой серии с вами успешно познакомились с таким понятием, как бронза, и смогли даже скрафтить кое-какие бронзовые инструменты. А также мы с вами, ребята, сумели понять и для себя осознать такой небольшой нюанс, что бронзовая алибарна на самом деле тому не стоит, и ее можно даже смело выплавить обратно. К сожалению, этого сделать нельзя, поэтому мы ее вынуждены будем просто выкинуть. Ну, а остаток же серии я предлагаю вам, чтобы компенсировать такой небольшой нюанс, предлагаю вам провести в таком замечательном процессе, как плавание. Как ни странно, плавание в Альтхельме чрезмерно увлекательно. Ну, а в следующей же серии я надеюсь с вами победить босса, этого древнего. Уже все для него подготовить, скрафтить себе непосредственно меч, возможно, еще и бронзовую броню. Благо, для нее ничего по сути не требуется, бронза у нас есть, и все остальные ресурсы у нас тоже есть. Но сейчас вынуждены кланяться, а для вас оставить лишь самое интересное. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амору, и еще услышимся! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok